Ну привет, милые зрители! В эфире первого городского итоговый выпуск проекта «Наболело» в студии Роман Корнеев. Давайте вместе с вами окинем взглядом сюжеты с пометкой «Наболело», которую в течение всей прошлой недели снимали репортеры первого городского канала. В нашу редакцию поступают звонки от кировчан, то есть от вас, дорогие зрители. И во время диалогов с вами мы узнаем, какая проблема вас волнует, кто не выполняет свои обязанности. Снимаем сюжет и следим, решается эта проблема или нет. И пытаемся помочь эту проблему решить. Получалось ли это на прошлых неделях? Узнаем прямо сейчас. Итак, начнем мы с истории, которую снимали две недели назад. Это история с улицы Воровского из дома номера 85. В нашу редакцию обратились жильцы этого дома с жалобами на затопленный нечистотный подвал. Четыре месяца жильцы вынуждены вдыхать смрад, который распространяется по лестничным клеткам. Но кроме запаха в квартиры попадают еще и непрошенные гости, тараканы и прочая живность из подвала. Наша корреспондент съездила и посмотрела, как живется в этом доме с таким отвратительным подвалом. Стены этого подвала похожи на декорации к фильму ужасов. Слабонервным сюда лучше не заходить. Весь потолок окутан паутиной, а на каждом шагу усатые тараканы. Живность в подвале появилась из-за высокой влажности. Пару месяцев назад воды здесь было по колено. Сейчас стоки впитались в землю, однако в некоторых местах остатки нечистот сохранились. Если присмотреться, то можно разглядеть маленьких черных червей. Увидеть их можно, даже не спускаясь в подвал. У соседки на втором этаже червяки в унитазе даже плавали из-за этой канализации. Какого размера тараканы червей? Тараканы жирные, большие, черные, вот такие вот здоровенные. Вот, черви тоже, хоть и тоненькие, но длинненькие. Очень противно увидеть таракана, особенно в квартире ночью. Это очень неприятное ощущение. Тараканы добираются чуть ли не до самых последних этажей дома. Филатова Ирина проживает здесь почти полвека. Ее квартира на третьем этаже. По утрам к ней вторгаются тараканы. Либо в ванне бегать начинают, либо вот хорошо, если вот увидишь коридор, и вот только-только из двери проскочи. Либо по трубам, либо через дверь входную проникают вот так вот. Приходится сразу, если ты принимай действие, ловить как-то. Страшно то, что, может, ты его не увидишь. И как дальше он будет, и куда он заползет, вопрос. Неприятный запах и появление насекомых – не единственное последствие от затопления подвала. От четырехмесячной влажности в подъезде начала осыпаться штукатурка. Все вот это вот, все отпадывает. Причем, я бы сказала, вот таким. Легко очень. Очень легко это все отходит. Как видите, у нас все краски, все видно, все вот это вот. Дом обслуживает единая управляющая компания. Мы не с первого раза дозвонились до организации, чтобы узнать, когда исправят канализационные трубы, осушат подвал и продезинфицируют. Нас соединили с начальником строительного отдела. Что-нибудь делали в подвале? Система канализации работает в исправном состоянии. Утечек нет. Обработка от насекомых проводится ежемесячно. В том доме? В том доме в том числе. Возможно, начальник отдела ошибся домом, ведь ситуация на деле совершенно отличается от его слов. К нечистой проблеме подключились активисты Общероссийского народного фронта. Они обратятся в прокуратуру, чтобы была проведена проверка и дана оценка деятельности управляющей компании. Мы в свою очередь направим запрос в жилищную инспекцию. Ксения Веснина, Дмитрий Бритвин, информационный канал «Город». Мы отправили запросы в инстанции, и вот на этой неделе в нашу редакцию пришел ответ. Он на ваших экранах. И это документ от Государственной жилищной инспекции Кировской области. Как выяснилось, ребята рассмотрели наше обращение, и в отношении единой управляющей компании города Кирова было возбуждено дело об административном правонарушении. Кроме того, в отношении этой единой управляющей компании было выдано предписание об устранении всех этих неприятностей. Устранят они эти предписания или нет, и если устранят, то как быстро, мы с вами узнаем, потому что наша редакция продолжит следить за этим неприятным подвалом. Еще одна история, которую мы показывали буквально пару недель назад – история о борщевике. В нашу редакцию обращаются кировчане, которым не нравится, что прямо в центре города можно встретить этого зеленого паразита. Зеленого опасного паразита, потому что все знают, что попадание сока на кожу от борщевика приведет к ожогам. Итак, в городской черте, прямо на улицах, начинает разрастаться борщевик. Что же делает городская администрация для борьбы с ним? И делает ли? В сюжете нашего корреспондента. Борщевик на хлебозаводском проезде ростом с меня, а то и выше. А по этой дорожке часто гуляют, бегают, скачут дети, которые в силу своего возраста не знают, что это за растение и чем оно опасно. Да даже некоторые взрослые городские жители не знают, как выглядит борщевик. Растение хоть и выглядит безобидно, но очень опасно. Оно обладает способностью вызывать сильные и долго не заживающие ожоги. Возможны и летальные исходы. Кировчане каждый год страдают от опасного сорняка. У коллеги были ожоги очень сильные, но она ходила загорать. Там где-то проходила. В больнице не лежала, но недели две, по-моему, на больничном была. Дети один раз ошпарились. Дети? Ваши дети ошпарились? Ну да, маленькие когда были еще. Не знали, что это такое? Да, совершенно верно. Руки обожгли? Руки обожгли. Долго заживала? Долго. У северной больницы аналогичная ситуация. Борщевик цветет и распространяется там, где часто ходят люди – у магазина и остановки. К тому же растения опасны не только для людей, но и для животных. Они могут пробежать между растений и получить ожог. В каждом районе свои способы уничтожения и отвечающие за борщевик. Мы обратились в городскую администрацию, чтобы власти приняли меры. Что касается, смотрите, еще уличной дорожной сети, ну то есть вот хлебозаводской проезд, например. Там у нас косит подрядчик, который содержит уличную дорожную сеть. То есть БДМС это должен делать. Но я сейчас передам и все. С борщевиком и северной больницы также обещали разобраться. Правда, в какие сроки – не уточнили. Если жалобы горожан продолжатся, журналисты канала обратятся в прокуратуру. Ксения Веснина, Дмитрий Бритвин, информационный канал «Город». Итак, сотрудник пресс-службы администрации города Михаил Вожигов в этом сюжете две недели назад сказал, что хлебозаводской проезд содержит подрядчик, то есть ГДМС. И сейчас я передам им все. Это цитата. Диалог проходил две недели назад. И вот буквально пару дней назад появился в различных социальных сетях вот такой вот пост, в котором было сказано, что на хлебозаводской борщевик разросся до такой степени, что ее впору переименовывать в, скажем, борщевикозаводскую. В общем, обратная связь есть, но только лишь маленькая проблема. Изменила ситуацию не в лучшую сторону, а в худшую. Нас обманул Михаил или подрядчик не выполнил свои обязанности? Очень интересно. И именно ответы на этот вопрос мы ждем от городской администрации. Ну а следующая история про пешеходное страдание. В нашу редакцию обратились кировчане, которым не нравится, что пешеходная дорожка в самом центре города разрушена. Ни пенсионеры, ни мамочки с колясками не могут пройти там, потому что неудобно, потому что дорога разрушена. Итак, разбитый тротуар в центре города в рубрике «Наболело». Это одна из центральных улиц города Карла Маркса. Здесь на каждом шагу ямы. А вот этот участок будто после бомбежки. Здесь даже сыпать щебенку бесполезно. Нужен основательный ремонт пешеходной дорожки. Глядя на разбитый тротуар, и не скажешь, что в городе реализуется комфортная городская среда. Ходя по такой дорожке, лучше смотреть под ноги, а не в телефон. Легко можно запнуться. С большой аккуратностью преодолевают участок с разбитым асфальтом пенсионеры. Этот асфальт, боль, на рынок пройти невозможно. С рынка-то с пакетами идете, еще тут надо смотреть, наблюдать. Конечно, вот и сходим вот так, на полусогнутый ходим. Вот это сейчас еще лето, а это лужи, вообще ходить невозможно. Более, вот действительно, это большая лужа. Глава администрации пусть пройдет на каблучках своих здесь с нами. На этой улице каждый день интенсивный поток людей. Здесь и на велосипедах проезжают, и маленькие дети на самокатах катаются. Только не всем удается проехать. Детям приходится слезать на ямах со своего транспорта. Один из пенсионеров, ребенок войны, живет рядом в доме 20 лет. Рассказал, что каждый год вид тротуара становится хуже. Примерно три года вот такое длится. А почему такое получилось? Ну, вода идет, вот размывает. Размывает. Ливневка тут плохо работает. А в Кирове нет ливневки. Мы направим запрос в администрацию города, чтобы чиновники обратили внимание на небезопасный тротуар на центральной улице и поторопились с ее ремонтом. Ксения Веснина, Константин Кузнецов, информационный канал «Город». Ну и помимо запроса между журналистами Первого городского и представителем администрации города Кирова состоялась приватная беседа. Представитель администрации сказал, что подобных проблем в городе немало. И решить их не получается, потому что у администрации города на это нет денежек. По крайней мере в этом году. Посмотрим. Вдруг после этого сюжета внезапно в администрации города денежки обнаружатся. Ну и еще одна история с заголовком «фитнес поневоле». Заложниками как бы здорового образа жизни стали жильцы дома номер 20 по улице Холновской. Дело в том, что там более двух месяцев не работает ни один лифт. А жильцам этого десятиэтажного дома приходится подниматься на свои этажи на своих двоих. И если ты молодой человек, то для тебя это в принципе особой проблемой не является. Но вот если ты пенсионер, то тогда выйти из своего дома и сходить в магазин уже проблема. Итак, как скоро смогут жильцы добираться из своей квартиры на лифте, расскажет наш корреспондент. Особенно тяжело жильцам самых верхних этажей. Им приходится преодолевать около двухсот ступеней, а иногда и больше. А в жаркую погоду подниматься совсем невыносимо. Пенсионерка Ирина Бехтерева живет на последнем десятом этаже. Работает в госпитале и после трудного рабочего дня совсем не остается сил на 200 ступеней. Очень часто приходится на себе и внука нести, которому два года. Он пройдет этажа, а три на руки просится. А мне 60 лет, я тоже не молоденькая. Может давление подскакивает? Так и давление, и все на свете. Вы знаете, ребят, у нас работа очень трудная. Я работаю в ковидном госпитале. Я сутки работаю, три дня вожусь. И мне вот такие экзекуции, для меня это тоже невесело. У нас почему-то в госпитале все по-честному работают. Просто обидно. Не просто пожилым людям, у которых хронические болезни. Вере Будиной больше 70 лет. У нее астма. Чтобы добраться до своей квартиры, она тратит гораздо больше времени. Еще и появляется одышка. Когда в руках сумки с продуктами, путь домой превращается в мучение. И сейчас пакеты не тяжелые? Ну а как? Кто мне принесет? Я одна, да. Ну отдыхаю на втором, на третьем, дохожу. Долго это будет, не знаем. В доме шесть подъездов. Работы по замене лифтов начались в конце апреля, начале мая. Обещали сделать за два месяца. Сроки уже давно подошли. Подъемник поставили, но работы еще много. Жильцы опасаются, что им столько же еще придется невольно заниматься физкультурой. Мы решили позвонить напрямую представителю завода, кто поставлял оборудование. Так, ну это объявление-то, конечно, мы там писали, да, но у нас по условиям договора с заказчиком, это фонд капитального ремонта, сроки окончания всех работ 6 августа. Поэтому на сегодняшний день все оборудование смонтировано на этом объекте. Идет комплектация документации технической и сдача органам Ростехнадзора этих объектов. Все мероприятия запланированы на этой неделе. И срыва срока не ожидается. Поэтому есть все шансы, что в начале августа у жильцов дома лифт наконец-то заработает. Мы в свою очередь будем следить за работой и обещанием. А также направим запрос в жилищную инспекцию, чтобы проверили подрядную организацию и ответили, почему лифты не установили в срок. Ксения Веснина, Дмитрий Бритвин, информационный канал «Город». Ну что ж, мы поверим и будем следить до начала августа за дом номер 20 по улице Холновской. Если и у вас есть проблема, о которой мы должны рассказать на Первом городском, проблема, которая не решается, или, например, управляющая компания, которая не решает вашу проблему, звоните или пишите. Адреса и телефон находятся на экране. Мы постараемся эту проблему решить и как минимум ее осветим. В студии же был Роман Корнеев. Я искренне желаю вам, чтобы вам, лично вам, рубрика «Наболела» никогда не пригодилась. Пока-пока.